ДОСТИГАЯ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шевахлаэль, на иврите это означает «Слава Богу». Добро пожаловать на передачу «Узнавай еврейского Иисуса». Синтия, сегодня мы рассмотрим то, как Иисус заявил своему народу, что Он Мессия. Он вошел в синагогу и начал читать книгу Исаия. Он прочитал фрагмент, в котором сам пророк Исаия говорит следующие слова. «Дух Господень на мне. Он послал меня проповедовать пленным освобождение». И после этого Иешуа сказал, «Сегодня исполнилось это Писание среди вас». Это так удивительно. Он прочертил линию в истории человечества, сказав «Я Мессия». Да, Бог пришел в наш мир, явил Себя. Он Бог, который пришел в наш мир. Он изменил все, когда пришел на землю. Он потряс фарисеев, саддукеев, потряс их мир. Я в восторге от этого. Я призываю Его потрясти мой мир, чтобы я стала больше похожа на Него. Об этом я Его прошу, чтобы Он потряс мой мир. И Он больше не будет прежним. А в этом есть нечто удивительное. Все эти события пропитаны силой и присутствием Божьим. И как тогда не все могли принять это, так и сейчас не все готовы это принять. Но Иешуа сказал, имеющий уши дослышать, что Дух говорит церквям. Шалом Увраха, мира и благословений вам. Баруха Шам. Да будет благословенно имя Господне. Я хочу поделиться с вами тем, что пережил недавно, чтобы показать, что мы всегда должны обращать внимание на то, что Господь говорит нам. Но перед тем, как поделиться этим переживанием, я хочу дать всем нам библейское основание, чтобы мы лучше поняли, что наш Бог живет и говорит. Давайте посмотрим на книгу «Деяний святых апостолов», вторую главу. Там мы увидим, как Дух Божий впервые сошел на церковь. Многие из нас знают эту историю. 120 верующих в Иешуа собрались вместе, празднуя Шевуот или Пятидесятницу. Они вспоминали о том, как полторы тысячи лет назад Господь открыл им Себя на горе Синай, явившись в огне на вершине горы. Он написал свой закон на каменных скрижалях. Они размышляли над этим, потому что праздновали Шевуот, Пятидесятницу. Согласно преданиям старцев, именно на Шевуот Господь явился на горе Синай в огне и записал свой закон детям Израиля на каменных скрижалях. Моисей был на горе 40 дней. Он получал законы и заповеди, которые давал Бог Израиле своему народу в завете. И когда они сидели в горнице, как сказано в «Деяниях» второй главе, празднуя Пятидесятницу, то вспоминали, как Бог Израиля явился им на горе Синай в огне, как гром звучал на горе и как Он общался с ними через закон. И когда они вспоминали об этом, сидя в горнице нашего от, вспоминали о том, что сделал Бог в прошлом, тот Бог, о Котором они размышляли и Который работал в древние времена с Израилем, внезапно явился им. Теперь Он явился им по-новому в горнице. В этот раз Он явился в виде огненного языка. И не просто одного огненного языка. Писание говорит, что над каждым из 120 учеников, которые были там, явились отдельные огненные языки. И потом этот живой огненный эш язык прошел через них и наполнил каждого из них. И они приняли Руаха Кадоша. И когда они приняли Духа Святого, то начали говорить, пророчествовать, нести радостную весть об Иешуа на языках, которых они не слышали ранее. На Пятидесятницу пришли люди, которые говорили на разных языках. И чтобы каждый мог понять Евангелие на своем родном языке, Бог дал сверхъестественное помазание каждому из 120 учеников, которые получили эти огненные языки, чтобы провозглашать радостную весть Мессии и Иешуа на языках людей, которые собрались там в то время. Иными словами, если бы я не говорил на китайском, то Бог дал бы мне сверхъестественную способность говорить на китайском, когда я свидетельствовал бы китайцам. Он сделал бы это для того, чтобы китаец мог услышать Евангелие. И вот что там происходило. Но это не главное, что я хочу показать вам. Я просто описываю, что случилось. Я хочу, чтобы мы лучше поняли тот факт, что Дух Святой явился церкви в Деяниях 2 главе, когда Он был дан нам как живой язык. Многие из нас слышали об этом, но я вовсе не уверен, что мы достаточно задумывались над этим. Размышляли ли вы о том, почему Дух явился церкви как язык? Когда Иисус вышел из Иордана, то в каком облике Он явился? В облике голубя. В другом случае, Он явился в облике радуги. Например, Иезекииль видел Сына Божьего в окружении радуги. Дух Господа принимал разные формы в истории. Но теперь, когда Он был дан церкви, то явился в виде языка. Что же это означает? А что такое язык? Давайте, прежде всего, подумаем над этим. Язык — это говорящий прорицатель. Если у кого-то нет языка, Он не может говорить. Поэтому способность говорить, издавать звук, связана с нашим языком. Возлюбленный. Когда Бог дал нам Свой Дух в Деяниях 2 главе, то Он показал нам, что Он будет говорить к нам. Вот в чем смысл и суть этого, этого удивительного явления. Он будет говорить к нам. Он — не молчащий, Он — говорящий Бог. По природе, Бог — коммуникатор. Он говорит. И когда мы знаем, что Бог говорит, когда Он дал нам Своего Духа, то первое, что мы видим, Он пришел в виде языка. Это означает, что мы услышим, как Он будет говорить. Зная это, мы должны настроить свои чувства на то, что Бог говорит. Мы должны смотреть на Свою жизнь с мыслью, что Он может говорить лично мне. Бог всегда общается. В этой же главе, в Деяниях 2 главе, когда первые верующие наполнились живым огненным языком, они не могли удерживать равновесие, потому что это было трудно для них физически. Люди начали говорить о них, «Да что же тут такое происходит? Они, наверное, пьяны, напились сладкого вина». Тогда Петр встал и сказал, «Эти люди не пьяны». Вы видите то, о чем говорил древний пророк Иоиль в своей книге, также во второй главе. А там он говорит вот что, «Будет после того, я и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». А для того, чтобы пророчествовать, нужно говорить, ведь так, вот этот живой язык, который мы видим в Деяниях во второй главе этой книги. Петр говорит, «Вы видите то, о чем пророчествовал Иоиль, когда Дух и зальется, вы будете говорить, а как они могут говорить? Они говорят благодаря живому Духу Божьему, который говорит через них. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать». Сегодня мы с вами можем говорить «По вдохновению Духа Святого живого Бога в нас». Второе, как сказал Петр, «Ваши старцы будут видеть сновидение». Это говорит о том, что Бог обращается к нам. Когда мы спим ночью, мы получаем сны. Бог обращается к нам, когда мы спим, находимся между двумя мирами, материальным и духовным. Бог может обратиться к нам во сне ночи, потому что мы более открыты для Духа. А в-третьих, как говорит Петр в Деянии 2 главе, благодаря тому, что эти первые 120 верующих приняли Духа, мы будем видеть видение. Когда мы видим видение, это Бог говорит к нам, а мы должны понимать, что Он говорит нам о видении. Мы можем увидеть что-то в Духе. И у меня есть целый цикл о пророчествах и видениях. Я не хочу сейчас рассматривать в деталях, что же значит получить сон и как истолковать его. У меня есть книга о пророчествах, снах и видениях. Она называется «Тайна снов». Вы можете почитать ее, если вам интересна эта тема. У Равина Шнайдера определенно есть помазание на евангелизацию. Его желание едино с нашим. Он провел с нашей командой два евангельских собрания для иудеев. И сотни иудеев пришли на эти собрания. Они были так вдохновлены. Очень важно, что Равин Шнайдер привез это послание, потому что они хотели услышать его от иудея. Я лишь только наполовину иудей, но тем не менее, его слова очень сильно коснулись меня. Они проникли в мой разум и в мою душу. И сегодня я принял Иешуа. Я ощущаю его во мне и знаю внутри, что это правда. Когда иудей говорит, я буду следовать за Иешуа, то для многих из них это решение оставить все знакомое. Как Авраам, которому пришлось оставить идолов, оставить все позади и пойти за Господом в место, которое он не знал. Это был серьезный шаг. Это правда. Я люблю вас, друзья. Спасибо, что позволили мне послужить вам сегодня. Однажды я сделал то же, что и вы. И я однажды выходил так же, как и вы. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас и шалом. Недавно Господь ободрил меня. Он обратился ко мне, и я хочу поделиться этим с вами в надежде на то, что это поднимет вас и поможет лучше понять то, как Бог может обращаться к вам. Бог обращается к нам. Мы говорили об этом. Вот почему Дух пришел в виде языка в деянии. Он показал, что Бог обращается к нам сейчас через Свой Дух, к тем, кто принял Его. Он говорит через пророчества, через сны и видения. В основном, Он говорит через записанное Слово Божие, возлюбленное. Он также говорит через наши обстоятельства. Мы должны обращать внимание на них, потому что Отец часто открывает себя нам через обстоятельства, через встречу с кем-то, ну и так далее. У меня есть друг, который был в собрании, которое я наставлял в Толедо, штат Огайо. Он сидел в молитвенной комнате, которая работает круглые сутки уже 12 лет. Кто-то обязательно молится там днем и ночью. И когда мой друг сидел в молитвенной комнате, то читал Исайю. И внезапно он обратил внимание на стих из Исайи. Этот стих звучит так. «А надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут». Он говорит, что после того, как он прочитал этот стих, у него возникло ощущение, словно Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты позвонил и поделился этим стихом с Саровином». Он не был уверен, от Господа это или нет. Он думал о том, звонить мне или нет. И когда он сидел и думал, это Господь побуждает меня позвонить Равину и поделиться этим местом Писания, когда он думал над тем, стоит ли ему позвонить мне, потому что он не делал такого раньше, в молитвенную комнату вошла женщина по имени Диана Шнайдер. У нее такая же фамилия, как и у меня. А на ней была футболка с орлом. Когда он увидел эту женщину, то понял, что ему нужно позвонить мне. Он позвонил и поделился этим стихом. И это очень ободрило меня. Я был благодарен, но не видел в этом, ну, скажем так, абсолютно ничего особенного. Многие из нас слышали этот стих и раньше. У некоторых из вас может быть открытка с этим стихом или даже плакат с этим местом Писания на стене. Это хорошо известное место. Оно ободрило меня в общем. Говоря простыми словами, это не стало особым откровением. Но послушайте, что случилось позже. Когда он позвонил мне и поделился этим стихом, я записал в свой дневник. Такой-то человек позвонил мне и сказал, что Господь побудил его поделиться этим стихом со мной. И в тот момент Диана Шнайдер зашла в молитвенную комнату с орлом на футболке. Я записал это. Через несколько дней я выглянул из окна и впервые в жизни увидел маленького орлана, который сидел на пеньке у меня во дворе. Я увидел белую голову и белый хвост орлана. Я увидел, как он полетел. И это потрясло меня. Я хотел поделиться этим с вами сегодня, потому что наш Бог, Бог живой. Он работает в вашей жизни, когда вы ищете Его. Он будет и дальше работать в наших жизнях, даже в вечности. Так давайте быть внимательными. Бог Отец наш, мы просим, чтобы Ты пробудил нас сегодня ото сна. Ты сказал, имеющий уши дослышат, что Дух говорит церквям. «Отче наш, открой наши уши, чтобы мы слышали. Мы не хотим пропускать Твоих слов во имя Иисуса. Аминь». Давайте вернемся к Слову Божьему и продолжим изучать мессианские пророчества. Это пятый сезон мессианских пророчеств. Первый выпуск. В прошлый раз, в конце прошлого сезона, мы рассматривали книгу Малахии. Господь сказал, что перед пришествием Мессии он пошлет посланника, который приготовит путь. Когда Иешуа пришел на землю, кто-то сказал ему, «Ты не можешь быть Мессией, потому что у Малахии сказано, что перед пришествием Мессии придет посланник Илья». И Иешуа сказал, «Вы не увидели его. Илья пришел». Илья пришел в личности Иоанна Крестителя. Иешуа сказал, «Иоанн — это Илья, если вы можете принять это. Вы можете посмотреть четвертый сезон. Я говорил об этом в последнем выпуске пятого сезона. Сегодня я продолжу еще одним важным пророчеством, которое было дано через евреев всему миру в Танахе, Ветхом Завете. Я буду читать из книги Исаии. Это 61 глава, первый стих. Там говорится о Мессии и о том, что Он сделает. Пожалуйста, выслушайте Слово Божье. Трава сохнет, и цветы обьянут. А Слово Божие пребывает вовеки. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Здесь мы видим суть того, каким будет служение Мессии. Почему же это так важно, и почему я прошу вас задуматься над этим? Я хочу, чтобы вы увидели, что многие люди, думая о Боге, считают Его настолько всемогущим и всезнающим, вечным, безграничным, таким большим и святым, что упускают тот факт, что Бог также является самым нежным, смиренным, заботящимся и любящим Богом во всем мире. Да, Бог всемогущ, всезнающий, Он осуждает грех, Он уничтожит зло, но Он также и любящий. Он пришел в этот мир, в личности Иешуа, чтобы исцелить каждого из нас. Послушайте, что говорит нам Исаия. Он обращается от имени Господа в первой личности Мессии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы». Где все это исполняется в Новом Завете буквально? Вы помните? Мы видим это у Луки в 4 главе, начиная с 14 стиха. Тут говорится, «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Ну а теперь я прочитаю вам цитату из того фрагмента, который мы читали ранее. Это книга Исаии, 61 глава, 1 стих. «Иисус пришел в синагогу по обыкновению своему и открыл Тору». И что же он сделал? Он открыл ее на Исаии, 61 главе, 1 стихе, и начал читать про себя. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать ли это Господне, благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие, слышанное вами». Возлюбленные, я хочу, чтобы вы знали, что изучение Писаний о Мессии и Иешуа это не академическое занятие. Он живая личность, которая желает освободить нас. Он пришел, чтобы освободить угнетаемых. Он пришел, чтобы принести сверхъестественное восстановление. И я провозглашаю над вами сверхъестественное восстановление души. Возможно, проблемы в отношениях разрушили вашу душу. Возможно, это жесткое воспитание родителей. Возможно, что-то еще случилось в вашей жизни, и это украло у вас уверенность. Вы ходите подавленные и разбитые, а я провозглашаю над вами сейчас во имя Мессии и Иешуа сверхъестественное восстановление и избавление от угнетения. Иисус здесь. Он здесь ради вас. Он жив сейчас. И когда мы открываем свои сердца, то восстанавливаемся в нем. Шалом вам! В книге «Числа» в шестой главе Бог сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них, и я благословлю их». Поэтому сейчас принимайте Божие благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь Бог Израиля и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам мир, как своему любимому ребенку. Божиих благословений и шалом! Из следующего выпуска вы узнаете, что Бог призывает вас в более высокое измерение, и вы узнаете, как жить не сегодняшним днем, а думая о вечности. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для царя Иисуса, нас ждет награда. Возлюбленная, если вы смотрите нас уже некоторое время, то знаете, что когда вопрос касается сбора средств на служение, чтобы мы могли и дальше нести Слово Божие по миру, я стараюсь не манипулировать. Нам нужно много денег, чтобы выходить в эфир, на телевидение и в соцсетях. Кроме того, мы ездим по всему миру. Я не могу делать этого без вашей постоянной финансовой помощи. Бог устроил все это так. Иоанн говорит в одном из своих посланий, что люди, проповедующие истину, достойны финансовой поддержки церкви. И я хочу поблагодарить вас за помощь. Знайте, что поддерживая проповедь Евангелия финансово, вы собираете себе награду. Все, что мы посеем в царство, вернется к нам мерою доброй, угнетенной, нагнетенной, с избытком. Поэтому спасибо вам за вашу любовь и финансовую поддержку. Я говорю вам шалом. Если вы хотите отправить пожертвование или стать нашим партнером, то вы можете сделать это по адресу, который видите на экране. Звоните по номеру 800-37-7835 или отправьте смс со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар приносит спасение, исцеление и освобождение Израилю и всему миру через телевидение, интернет и евангелизационные крусейды. Многие из нас благословляют Господа своими финансами на земле. Но если вы хотите делать это, даже находясь на небе, зайдите по ссылке завещания на нашем веб-сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. В Писании одним из главных методов общения Бога с людьми были видения во сне. В своей книге «Тайна снов» Равин Шнайдер поделится личными и библейскими примерами того, как Господь продолжает говорить людям через сны. Равин поделится с вами учением откровения, а также научит вести дневник, чтобы получать водительство и даже предупреждение во сне. Узнайте, как записывать и истолковывать сны, готовясь к будущему и своей судьбе. Закажите книгу «Тайна снов» уже сегодня. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт. Закажите книгу «Тайна снов» и 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 «Тайна снов»